Девушки отдыхают Итак, дорогие друзья, начинается заключительный матч группового этапа апрельского Кубка Union Russian Events по мини-футболу на поле команды МОС Облбанк в красно-белой форме. Их соперники РИА Новости в форме серого цвета. Вот смотрю я матчи группового этапа в группе B и не перестаю удивляться, насколько же кубковый турнир может отличаться по своим результатам от регулярного первенства. Потому что как только группа B начала приезжать на наши соревнования, я вспомнил, что в первенстве в дивизионе Александра Панова МОС Облбанк идет на третьем месте в турнирной таблице. Московский кредитный банк находится на четвертом, но РИА Новости находится в самом низу и, по-моему, заключительное место там занимают при каком-то совершенном минимуме набранных очков, забитых мячей и большом количестве мячей пропущенных. Поэтому, когда начался турнир и встретились, прошу прощения, на поле МОС Облбанк и МКБ, мы сделали вывод правомерно, как нам тогда казалось, что эта встреча определит, какая из команд выйдет с первого места, какая выйдет со второго. Но на данный момент получается ситуация следующая. В группе B лидирует Московский кредитный банк, у него 5 очков после всех проведенных игр. На втором месте находится РИА Новости 4 очка. Столько же у команды ВТБ-24. Находятся они ниже, чем РИА Новости, в силу того, что РИА Новостям проиграли. И на четвертом месте находится МОС Облбанк с, ну, баранкой в графе набранные очки. Таким образом, РИА Новости и Московский кредитный банк обеспечили... Ой, сейчас какой хороший удар был. Не пересек мяч линию на ворот. Ну, вратарям судим виднее, прошу прощения. Так вот, команды Московский кредитный банк и... Еще один опасный удар. Просто целая серия никак не дают мне сказать, что Московский кредитный банк находится... Обеспечил себе место в полуфинале так же, как и РИА Новости. При этом, в том случае, если матч закончится в ничью у РИА Новостей МКБ, будет равное количество очков, равняться оно будет пяти. Проводя личную встречу, они сыграли тоже в ничью. И тогда надо будет смотреть по разнице забитых пропущенных мячей. Но в силу того, что РИА Новости обыграли ВТБ-24 с преимуществом в шесть голов, то даже не глядя на результаты всех остальных матчей, не вспоминая, скажу, что РИА Новости тогда выйдут с первого места. В случае победы у РИА Новостей, сейчас пока об этом позже, скажу, что Мособлбанк выходит вперед. Но, видите, даже команда особо голос своему забитому не радуется. Так вот, у РИА Новостей в случае победы будет семь баллов, это на два больше, чем у МКБ. И РИА Новости выйдут тогда с первого места. Подводя итог всему вышесказанному, скажу, что и ничья, и победу устраивают РИА Новости. Ну а Мособлбанк играет исключительно за собственный престиж. Кто-то скажет, что разницы нет, с какой позиции выходить в следующую стадию, потому что, ну, полуфинал он и есть, полуфинал. Но дело в том, что команда, которая выходит из группы Б, с первого места попадает на команду, вышедшую со второго... Кто выходит с первого места в группе Б, тот попадает на второе место из группы А. И, соответственно, наоборот. Из группы А вышли. С первой позиции русский винный дом, со второго места команда Альтаир. Ну, с кем проще играть, можно, конечно, размышлять очень долго, да, но... Сетка турнира построена таким образом, чтобы мотивировать команду выходить именно с первого места, играть, по идее, с командой более слабой из другой группы. Поэтому... Да и плюс всегда хочется победить. Ну, от этого никуда не денешься. Любой матч имеет серьезный, важный характер и для игроков. Поэтому будем смотреть. Удовольствие надо получать от каждой игры. Мы все сиан Андрей с мячом. Газаров вбил, но там прям в защитника мяч попадал. Реа Новости пока... Ну, ни одну атаку не провели. Дальний удар был поворотом в надежде на то, что голкипер не успеет вернуться. Вот хороший момент промазал поворотом Озеров Степан. Да, атака получилась, конечно, на заглядение. Не атака, а контратака. Если уж говорить точнее. Но, тем не менее, все прям по учебнику, по науке. По науке, а теперь и по ноге заехали Андрею Мовсисяну. Штрафной. Любопытно, кто будет исполнять, потому что много в составе умелых игроков. Мовсисян сегодня в штангу со штрафного попал. Что, уже полбала. Ну, видимо, разыгрывать на Мовсисяна. Да, так оно и есть. О, какая комбинация! Великолепная комбинация. Пошла. Валер! Пошли! Валер! Не прошла эта диагональ, в итоге ушел мяч за линию поля, все равно достал саму Соболбанку. Удар печенника в защитника, Газаров-Карен далеко вышел от собственных ворот, но не было у него другого варианта. Газаров-Карен. Газаров-Карен. Планно переходить на чужую половину поля, но оставлять там свободного игрока из чужой команды. Газаров-Карен. 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 Дальний заброс, но Газаров никак не мог до этого мяча дотянуться. Все меньше мяч начинает задерживаться в центре, на забросах играют обе команды. Тем интереснее становится матч, потому что постоянно атаки Газаров перехватил. Нельзя же так вратаря подставлять. Прямо в защитника, прямо по центру ворот. Напомним, Особлбанк выигрывает 1-0. Закончилась первая 10 минутка, ждем продолжения. Второй тайм начался. Мяч с центра ушел сразу за пределы поля, не доставшись серьезному ни одной из команд. Особлбанк, сразу дальний заброс на Газарова. Да, не часто РИА Новости транжирит такие возможности для контратак. Но все-таки случается. Тоже они люди. Никуда не денешься. Продолжение следует... Сидов с мячом. Ну, пока первое начало, во крайней мере, второго тайма остается за Особлбанком. Русский Винный Дом уже поджидает на углу поля своих соперников. Рядом с полем, конечно, уже готовится, разминается команда. И ждет либо Московский кредитный банк, либо команду РИА Новости. Все зависит от матча, который сейчас проходит на поле. Русский Винный Дом встречался и с теми, и с другими уже по ходу регулярки. Поэтому, конечно, матчи с историей нас ожидают в любом случае. Да, Карен Газаров все-таки забрал мяч. Всеми частями тела сейчас успел поиграть. Валерия сбить пытались. В итоге по ногам не попали, но все равно с шага его сбили. Не дошло в итоге дела до удара столь нужного. РИА Новостям и Мособлбанк Саута вводит. Очень спокойная игра получается. Потому что Мособлбанку уже все равно путевка в полуфинал не светит. Ну а РИА Новости думает в первую очередь о том, что очень нужны силы на полуфинал. Ну и дай бог на финал еще, конечно. РИА Новостям и Мособлбанк Саута. С той позиции, с которой обычно мы видим угловой. Сегодня с углового забивал только Казпромбанк. Ну правда не помогло это команде. Осталась она за бортом наших соревнований. Прошел Газаров в чужую штрафную. И сигнализировал, что должен быть пенальти сейчас. Но судьи по-другому расценили момент. Если вам интересно, дорогие друзья, то можете найти себе хорошее занятие. Несколько раз посмотрите этот момент на повторе. Может быть увеличьте его. Оцените с разных ракурсов. Перехватил Мовсисян сейчас здорово. Нагазарова сыграл. Но здесь слишком много пасов. Уже получилось. Реа Новостям достается мяч. Кстати, как ни странно, Андрей Мовсисян в этом поединке очень мало советов дает своим подопечным. Но либо его все устраивает, либо уже все равно ничего не изменить. Полуфинал уже не выйдешь. Галкипер здорово сыграл на выходе. Зацепили его. Газаров отомстить, наверное, хотел таким образом. Как раз вот здесь вот этот момент точно тянул на желтую карточку. Потому что это был, во-первых, осмысленный фолл. Во-вторых, непосредственно в ногу. Но в-третьих, все видел судья. Но, в общем, не буду комментировать действия судей. Все-таки он сделает неправильное. С точки зрения определенной солидарности, которая должна быть и есть у меня по отношению к судям. Какие моменты Дарья Новости транжирит в этом матче? Ну, что-то совсем непозволительное вытворяют. Великолепный заброс на Озерова. Но показал он свое кунг-фу. И кунг-фу Газарова оказалось лучше, чем кунг-фу Озерова. Кунг-фу Газарова Уже такое впечатление, что не только Мособлбанковцы, но и игроки РИА Новостей ждут финального свистка. Потому что не принимают они особых попыток для того, чтобы забить. Пяткой голы забивать можно и нужно. Это приятно и зрителям, и самим футболистам. Жалко, что раньше не получалось такие мячи забивать. Ну что ж, 2-0. И, ну, РИА Новостей. Сейчас, по-моему, нет желания уже излишне напрягаться. Возвращая себе шансы на ничью. И выход в полуфинал с первого места в группе. Если заканчивается матч с таким счетом, то нас ждет первый полуфинал между русским винным домом и командой РИА Новости. Ну а затем встретятся Московский кредитный банк и Альтаир. Ну а после, естественно, главный матч сегодняшнего дня. Финал. Свободный удар с линии штрафной. Исполнит Мособлбанк. Прямой удар невозможен, поэтому, ну, последует либо комбинация, либо скидка под удар. В общем, что-то опасное и неприятное для РИА Новостей. Да, скидка под удар, удар и гол. Счет 3-0 становится. И в этом матче, ну что уж, все понятно. Тем более, что звучит финальный свисток. Далее полуфиналы. Обязательно их посмотрите. Перерыв какой-то есть? А? Сейчас какой-то перерыв или сразу уходит? Ну, сейчас сразу они не будут играть, потому что на РИА Новостей. Продолжение следует. Продолжение следует...